добрый вечер друзья так добрый вечер друзья все свое филиппу башню я подготовила я сейчас попрошу анютку она сфотографирует чтобы было понятно то есть в каком плане происходит видеосъемка то есть у меня три телефона виде и приходится и держать пробовали молодой человек нам подсказал сделайте виде чехлов тоже сложно не получается потому что закрывается да и не видно и неудобно и очень сложно потому что я не могу допустим в инстаграме читать ваши сообщения и поэтому вот получается анютка обязательно сфотографирует вам покажет как это выглядит то есть мне приходится смешно и неудобно но тем не менее для того чтобы было качество записи я снимаю на телефон на 1 для того чтобы вы могли присутствовать и общаться в контакте в инстаграме еще два телефона и поэтому получается у меня три телефона виде такой некой структур структурированная или как в общем видео селевой башни как я называю поэтому извините если вдруг будет что-то не так вчера у нас обрывалась связь в начале но потом все стало отлично я надеюсь что сегодня будет тоже все прекрасно по вашим просьбам мы решили сегодня тоже сделать прямой эфир добрый вам вечер всем дорогие друзья очень рады что вы присоединяетесь очень рады что вам это все интересно что касается прямых эфиров и всего прочего то что я делаю видео обзоры прямые эфиры и так далее и все что я рассказываю это исключительно из моего опыта исключительно из того что я вижу и моих мыслей это что я считаю вы вправе со мной не согласиться и я уверена что у вас есть свои мысли и есть свое видение некоторых вопросов принципе я это правильно так и должно быть не все конечно знают как и что может помочь с нашими растениями потому что там очень многие из вас новички найти информацию сложной информации практически нет а если есть с этой информации мало кто делится но прекрасно информирует рассказывать таня кузьмук многие и знают она умница молодец очень доступно красиво более того что у нее огромное количество растений и колоссальный опыт когда видите вот у многих разница очень приятно что даже несмотря на разницу во времени вы все равно присоединяетесь очень приятно очень здорово и зачастую бывает что вообще информации не хватает и не только по цитрусовым а по разным различным растениям и поэтому поэтому мы делимся своим опытом мы вам рассказываем то что происходит у нас исходя из наших условий еще раз повторяю дорогие друзья вы должны всегда помнить о том что у нас с вами у каждого из вас в квартире абсолютно разные условия абсолютно разные даже вы можете вместе со своей соседкой увлекаться нашим замечательным любимым цитрусоводством но тем не менее тем не менее тем не менее все равно условия будут абсолютно разные что может влиять может влиять атмосфера то есть влажно жарко сухо может влиять свет количество света у вас квартире может быть очень светло а у вашей соседки будет темно у вас есть подсветка у нее нет подсветки а у другой соседки все есть но тем не менее тоже есть какие-то проблемы с растениями деревца мандарина цены разные у нас по ценам я потом немножечко может быть пробегусь но с ценами еще раз повторяю сейчас от цен отошла я не могу вам более конкретно сказать цены у нас разные постоянных покупателей цена ниже плюс у нас сейчас проходят акции и цена опять-таки 3 300 это на двадцатый горшок далее 4 400 4 800 вот такие примерно цены и есть элемента роз она очень похожа на мандарин она по 1000 вот да видите да соседкой так увлекаемся она говорит что я ведьма вот понимаете что в этом очень приятно что все успели что к чему я это все веду к тому что как раз да елена правильно написала что соседка говорит что ведьма а это энергетика как бы мы не хотели чтобы мы не говорили как бы мы не отрицали наше состояние настроение души энергетики очень влияет на наше растение иногда бывает что да все растения привиты плодоносящие цветущие вот специально хожу показываю что они все цветут туда носят и им очень комфортно и что происходит а происходит то что у вас у вас очень положительная елена энергетика у вас очень положительное состояние то есть мы зачастую почему многие спрашивали спрашивают и я всегда повторяю да я разговариваю с растениями да я с ними смеюсь улыбаюсь включаем музыку веселимся поднимаем себе настроение потому что хмурые зимние дни и особенно морозные они втягивают в депрессию нам она не нужна все должно быть замечательно красиво и здорово тем более что многие кто к нам приезжают знаю да как и какие у нас здесь ароматы какая у нас тут красота у нас очень все светло красиво и очень вкусно пахнет поэтому растение еще раз еще раз из питомников приходят растения с короткими ветками в ветками густыми а дома в ветке вытягиваются и можно это регулировать гормонами или удобрениями друзья вот по поводу смотрите по поводу как раз гормонов и удобрений гормоны которыми подкармливают растения итальянцы то же самое что и у нас с вами не более не не менее какие-то препараты все таки не на ритор от ритроданты понимаете это не выгодно абсолютно это очень дорого у у них там вода и свет солнце у них естественное солнце поэтому конечно же это условия вода и солнце все что они могут делать я вам рассказывал неоднократно что почему к нам приезжают с насекомыми с огромным количеством потому что как правило у них обрабатывать от вредителей достаточно дорогое подвисает да странно говорят что у них так привезите сейчас секундочку привезите все стажку орехни мастиковую плодовую сладку да она бывает бывает но она как бы дорогая что касается гормонов нет у них гормонов друзья у них нет они не пичкают гормонами у них просто солнце и вода больше у них ничего нет от вредителей они пользуются естественным препаратами биологическими потому что у них уже как три года запрещена химия это у нас в россии есть химия у них это запрещено поэтому 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 насчет того что у нас тоже как и у вас так же вот смотрите видите вот стоит растение и вот такая вот вымахала ветка то есть в разные стороны вымахала для этого нужна формировка опять-таки да то есть вот росли-росли вымахали большие листья это говорит не о том что это закончились удобрения или цитокинина или там еще что-то нет это говорит о том что у нас просто с вами другие условия у растений другой свет другой их другая вода другие удобрения другие стимуляторы вот и все больше ничего такого нет даже не переживайте и не бойтесь что касается общения и я да я общаюсь с растениями конечно печальнее будет если они мне будут отвечать потому что должен быть диагноз у меня они реагируют очень положительно просишь ребята давайте вот да вижу что подвисает ребята давайте цвести и все начинают бурно цвести глухать и и появляется вот такая красота ароматы запахи все прекрасно все чудненько вот малыши наши света им достаточно сегодня мы проводили обработку от вредителей потому что она крайне необходима мы обрабатываем растения один раз в четыре в три-четыре дня три-четыре дня и мы обрабатываем причем мы пользуемся разными препаратами абсолютно разными для того чтобы не было привыкания у наших любимых ненавистных насекомых которые к нам приезжают а к нам приезжают висни да к нам приезжают с вами последний раз приехала тля и приезжают к нам с вами мучнистый червец и клещ вот основные товарищи которые приезжают к нам которых мы не любим просто категорически не любит итак я услышал спасибо вам огромное при огромное ой вот это столкнула при огромное за вчерашний эфир я услышала что вас интересует немножечко расскажу сегодня вам про что препараты которые мы конкретно мы применяем ой 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 сейчас одну минутку тут у нас звонок на рабочий телефон все секунду вот видите бывают технические такие моменты поэтому простите дорогие мои итак приезжают растения отлично если они приезжают вот в таком виде как мы их отправляем что мы делаем в зимний период не в зимний мы постепенно распаковываем для того чтобы растение привыкло адаптировалась к условиям вашей квартиры еще раз повторяю не важно зима осень весна почему потому что когда растение едет летом то же самое идет резкий контраст температур потому что на улице может быть жарко опять таки растение ехало и в жару и ночью а ночью могло быть прохладно давайте музыку наверное выключим виснет может музыку выключить попробуем так да попробуем без музыки виснет я вижу что виснет виснет у нас виснет виснет да интернет итак растения могут приехать даже летом опять таки был перепад температур жарко холодно и могут во первых стрессануть это раз во вторых может появиться конденсат и растения могут быть влажными что мы для этого делаем то есть первым делом когда мы открываем посылку мы смотрим состояние растения в каком оно состоянии мы смотрим на грунт в каком состоянии грунт мокрый не мокрый если грунт мокрый мы вынимаем из горшка и смотрим что с корневой системой либо мы принимаем решение меняем грунт вынимаем растения из горшка полностью меняем либо мы и пытаемся просушить грунт просушиваем мы с помощью бумаги газет прям вот до сухого по возможности чтобы у нас грунт был такой достаточно сухой в принципе грунт у итальянских растений неплохой и его можно смешивать с вашим грунтом если вы хотите то есть вы вполне можете вы вполне можете взять и присадить в свою землю сегодня я пересаживала малышей горшочки маленькие корневые шейки загублены корни вверху видимо так их засунули перед отправкой в питомники я просто пишу тем кто еще не пересаживал да Елена совершенно верно почему я всегда говорю о том что друзья правильно спасибо что вы мне напомнили обязательно всегда неважно при каких обстоятельствах так далее проверяйте корневую шейку потому что питомники зачастую заглубляют и это чревато тем что растение потом начинает погибать рядом с препаратом 30 плюс какой-то небольшой росток что это и цена препаратом 30 плюс росток это варегатный варегатный лимон лимон варегатный эврикопинг виснет да печально что виснет но останется запись я вам ее обязательно выложу постараюсь и так стараюсь конечно чтобы что-то с интернетом как-то печально далее вы меняете грунт когда вы меняете грунт добавляйте пожалуйста какие-либо у вас есть вот есть у вас какие-либо укоренители это может быть корневин это может быть корень гидроуксин либо итальянские препараты либо японские препараты обязательно либо опудрите корни либо замочите оставьте на какое-то время пусть корневая пропитается укоренителем а потом еще можно пролить плюс ко всему что можно еще обязательно если есть какая-то проблема то есть приехал подсушенный приехал печальный обязательно опрыскайте фитоспорином либо вот одним из этих препаратов для профилактики от заболеваний потому что иногда бывает что растение стрессует и ему необходимо необходимо какая-нибудь вот поддержка почему фитоспорин потому что здесь очень хорошие бактерии и споры грибочки которые помогают нашим растениям поэтому иногда иногда для реанимации адаптации рекомендуют пользоваться фитоспорином то есть помимо того что вы обрабатываете адаптогенами вы еще дополнительно обязательно обработать фитоспорином опрыскайте инструкция на упаковке есть есть что сделать для этого нужно но имейте ввиду что фитоспорин есть в разных упаковках вот в данном случае это паста она такая черного цвета ее разводим водой и уже далее поливаем или опрыскиваем в зависимости от необходимости можно и под корень обильно полить как раз еще раз поговорю что вот просто даже спасибо большое алексей да можно купить наш грунт там все все сделано мы также наши грунты проливаем опрыскиваем фитоспорином все наши грунты во первых и обезвреживаем хотя они чистые да и плюс еще мы насыщаем грибками полезными грибками чтобы у нас не было патогенной флоры чтобы было хорошее развитие корневой наших растений то есть я рекомендую вам фитоспорин вот эти препараты они тоже очень классные но они дорогие в землю добавить микоризу согласно в нескольких грунтах у нас добавлена микориза мы пишем об этом микориза тоже она есть в разных вариантах можно тоже ее добавить она является хорошей подмогой нашим растениям очень хорошим далее что еще а дальше у нас идут препараты которые помогают нам для наших растений они очень хорошо помогают и очень очень при очень нам дороги во-первых если вообще все очень печально и у нас получилось голое голое растение будет здорово так где у меня найти голое растение сейчас я наверное попробую вот здесь допустим что в реанимацию нашу смотрите показываю пенечки я в принципе ничего не делаю единственное что опрыскиваем янтаркой пока ничего не делаю я смотрю то есть есть цитрусы которые без без стимуляторов пробуждают подвой то есть в данном случае везде оживает подвой причем оживает очень хорошо практически весь подвой мы его будем использовать для дерево сад для прививок будем делать дерево сад поэтому сейчас я подключу друзья подождите минуточку вот почему предупреждаем заранее что у нас прямой эфир потому что чтобы не было звонков подождите минутку друзья мои дорогие подождите пожалуйста поэтому прошу предупреждаю что у нас прямые эфиры чтобы никто не звонил потому что все все извиняюсь извиняюсь еще раз извиняюсь так потому что был звонок и нас прервали сейчас вот так но все какой нужен грунт для сапоты для сапоты подойдет для сапоты подойдет для сапоты по-моему и кислый грунт можно кстати грунт питательный грунт для цитруса цитринка для сапоты подойдет он питательный и очень-очень-очень сейчас я вам кстати сапоту покажу она стрессанула сбросила лист и вот она начинает наращиваться такая красавица становится вам сейчас я тоже покажу она у нас в красной зоне стоит так сейчас минутку и так значит вот эти наши стоят растения ничего мы не применяли и вот здесь сейчас покажу вам это проснулись прививки то есть прививки проснулись чао чао розарио чао так янтаркой только опрыскивать или поливать янтаркой можно и опрыскивать и поливать сейчас заодно вам покажу как проснулась сапота посмотрите какая она потрясающая просто потрясающая это я вам показываю нашу реанимацию то есть вот они у нас здесь прекрасно разрастают совсем хорошо мы используем только янтарку больше здесь ничего вот манго пошло в рост сейчас мы поставили на подлампы то есть вот это фитолампы это фитолампы у нас стоят сейчас орхидеи то есть мы сейчас планируем как только они зацветут это уценочные орхидеи посмотрите они в прекрасном состоянии мы ждем чтобы они зацвели можно в принципе приобрести и без ожидания орхидеи в прекрасном отличном состоянии здесь мы тоже сделали фитолампы значит смотрите янтарка янтарка и под корень поливаем и опрыскиваем опрыскиваем это самое такое простое средство которое доступное средство которое мы можем использовать если у нас вот я вам показала палочки просто палочки больше ничего нет что мы используем я рекомендую всем грибов экстра очень рекомендую потому что ни одно растение вытаскивала и был результат разбавляем вот эту ампулу тут ампула на 10 литров опрыскиваем и поливаем под корень то есть вот этот препарат его можно и опрыскивать и поливать под корень Леночка можно секундочку значит специально вам подготовила сейчас покажу значит это реги у нас сейчас на минутку реги ой сейчас и и как бы моя тут не упала моя и рибав пирамида моя не упала итак смотрите состав специально вам подготовила в основном аминокислоты то есть препарат препарат очень очень классный он не токсичный он является не просто регулятором а он помогает да вот направляй меня он очень помогает нашим растениям то есть это ребав экстра в первую очередь всем рекомендую запастись этим препаратом не видно да давайте да вот так вот потому что он дает очень-очень хороший эффект далее плюс реги сейчас я тогда этих не вижу вот 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 пока вы читаете вот да я обязательно сделаю видеоролик и полностью покажу вам чтобы можно было читать читабельно и обязательно сделаем как мы разбавляем янтарку я янтарку разбавляю очень концентрированно везде разные рекомендации по тому как ее разбавлять то есть где-то написано что 1 грамм на 10 литров у кого-то написано 1 грамм на 20 литров мы иногда чередуем то есть мы разбавляем 1 грамм на 1 литр 1 грамм на 2 литра то есть когда как ничего не сжигается растениям не становится хуже я не могу сказать что мы пользуемся каждый день нет через три дня примерно мы пользуемся янтаркой и то не всегда у нас бывают перерывы потому что мы даем возможность растениям самостоятельно пытаться начинать свою адаптацию да везде все написано по-разному абсолютно по-разному так дальше сейчас я попробую эту свою пирамиду про реги вам про реги а вот как раз реги считается у него по-моему есть ретардантное действие как раз это про то что я вам говорила о том что на восстановление то есть реги тоже препарат шикарный точно так же его мы разбавляем на 10 литров ампула также у нас идет вот такая ампула мы ее разбавляем на 10 литров и то же самое и проливаем и опрыскиваем но вы должны помнить что вот эти два препарата у них обязательно должен быть перерыв 10 дней желательно то есть один раз применили один препарат и только через 10 дней вы можете применить либо либо опять же либо реги но не чаще потому что у них очень сильный эффект поэтому вот эти два шикарных шикарных регулятора стимулятора я бы сказала которые я просто рекомендую что касается приехали растение у вас замерзшие приехали растения хлипкие никакие значит первое что смотрим это корневая либо растения даже может быть не замерзшие приехали а приехали с сильным конденсатом то есть то что я вам говорила смотрим корневую первое что разбираемся с корневой смотрим в каком состоянии корневая вынимаем из горшка и смотрим если корневая сейчас наверно мне никак не вытащить если вы увидите если корни черные значит их удаляем удаляем оставляем живенькие светленькие даже если у вас есть сомнения какие-то то белые корни оставляем светлые оставляем светло-желтые оставляем слегка такие слегка такие коричневатые тоже можно оставить и обязательно присыпаем каким-либо укоренителем корневином и так далее обязательно используем вот этот стимулятор почему потому что наши корневой необходим и в то же время используем фитоспорин почему потому что фитоспорин будет убирать угнетать патогенную флору которая развивает ненужные грибки и убивает наше растение то есть обязательно при адаптации мы используем фитоспорин разводить там написано ну вы то же самое как и янтарной вы не лучше в лучше побольше вот я всегда говорю по поводу даже препарата 30 плюс вчера спрашивали 30 плюс там написано то есть вот такой вот 250 миллилитров его хватает на пять литров мы его разводим где-то литров на 10 и очень прекрасно все равно он работает этот препарат просто прекрасно замечательно и при этом все живенько здоровенько я имею ввиду листики наши злостные вредители они погибают поэтому лучше всегда разводите побольше побольше воды добавляйте то есть пусть будет у вас концентрация меньше и эффект вот насчет янтарки точно ничего плохого не произойдет насчет всех остальных я очень рекомендую все-таки разводить побольше воды добавлять потому что мы не знаем как препарат может повлиять на то или иное растение потому что растение как и мы я очень часто очень часто растения сравниваю с нами с живыми людьми и животными потому что это все живые организмы дальше что касается наших 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 стимуляторов адаптогенов от специальных выложила значит что что мы еще используем как сильный стимулятор который который тоже нам может помочь в адаптации так стимул про стимул я вам хотела еще тоже показать этот стимул он как раз помогает для восстановления растений и от стрессов вот у него немножко другой вот все препараты которые вам показываю это абсолютно разный у них разный эффект то есть их нужно чередовать ни в коем случае их не надо объединять то есть опрыски опрыскали допустим ребав экстра через день-два не раньше не раньше дня вот не раньше суток сто процентов то есть вот дайте время растению немножечко прийти в себя и при этом опять таки когда мы получаем растение замерзшие сутки ничего не надо с ним делать вообще ничего просто ничего не делайте с растением дайте ему понять что происходит желательно конечно желательно все таки давайте вот так я вам чтобы вам видно было все наши препараты желательно чтобы у растения было время для понимания все что с ним происходит но опять таки если растение приехала замерзшая вы просто его ставите и она у вас стоит сутки приходит в себя если у вас приехала растение с конденсатом и она мокрющее то конечно же вы не ждете ничего вы первым делом занимаетесь корневой системы то есть вы ее либо просушиваете либо пересаживаете но сутки у растения должно быть для того чтобы она понимала что происходит далее при любых не зависимо от того что это это замороженное растение или это пересушенное растение или это растение приехала с конденсатом вы обязательно используйте фитоспорин обязательно еще раз повторяю почему потому что это уникальное я не знаю может быть конечно у иностранцев есть препарат аналогичный но я проверяла и по нашим по нашим препаратам я очень мне очень нравится фитоспорин он дает очень положенный результат именно фитоспорин именно фитоспорин убил убивает ненужную нам патогенную флору отдает нужные адаптативные такие средства для наших растений далее что мы делаем еще раз говорю мы используем все что у нас есть все что у нас под рукой почему вам показывают такой огромный ассортимент чтобы было понятно что нет вам не надо срочно бежать там магазины закупать все вы можете выбрать что-то на свое усмотрение попробовать и уже пользоваться каким-либо препаратами которые вам понравились но обязательно говорю о том что мне очень нравится ребов экстра мне нравится реги как он работает но опять таки эти два препарата вот эти два препарата реги рибов экстра это препараты у которых должен быть перерыв причем перерыв 7-10 дней я рекомендую 10 далее вы обработали ребов в обработали этом либо рыги и даете время двое суток хотя бы там сутки двое для того чтобы растение пришло в норму неважно что это замороженное растение либо этот конденсат либо растение приехала лысая в стрессе далее что вы делаете вы можете использовать в промежутках уже вот эти средства которые я вам показываю стимул у стимула тоже потрясающе они все разные у них разный эффект вот этих всех препаратов эффект абсолютно разный что еще перебегают перепрыгиваю но чтобы мне не забыть в отличие от эпин и циркона они являются стимуляторами но они работают только при наличии зеленой массы при наличии листвы если у растений листвы нет то мы их откладываем в сторону то есть эпин и циркон они прекрасно они прекрасно работают когда нам необходимо восстановить состояние растений когда нам нужно чтобы зацвели заплодоносили вот циркон эпин потрясающе причем они экологические и их можно и чередовать не нужно там какое-то время можно один день эпином второй день цирконом то есть они очень прекрасно работают но они работают только при наличии зеленой массы зеленой листвы если у вас нет зеленой листвы то вам поможет ребав и реги потому что эти препараты работают даже на пустых палках я вам уже показывала что мы их можем использовать при пустых палках также как и янтарную кислоту янтарная кислота также работает как и и палки у нас есть молодой человек владимир селенский я уже неоднократно про него рассказывала он молодец он умничка и у него есть опыт по выхаживанию и мы делились и везде и в инстаграме и вконтакте и мы совместно с ним делали ролик показывали он пользуется своим коктейлем то есть коктейль у нас есть и рецепт коктейля есть он состоит из янтарки и перекиси водорода конечно есть одно но но заключается в том что нужно одевать респиратор или что-то 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 потому что тяжело дышать но тяжело дышать из-за янтарки янтарная кислота я уже говорила неоднократно она щитовидку прям перекрывает напрочь и очень тяжело прям очень тяжело дышать поэтому вот с янтарной кислотой есть такой эффект далее это опять-таки для реанимации адаптации растений может быть он не всем подходит плюс ко всему иногда я рекомендую говорил о том что я на основе там нескольких месяцев там больше трех месяцев я проводила эксперимент для восстановления растений мы мы опрыскивали очень очень горячей водой молодые ветки и вообще растения наши цитрусы и тоже был очень хороший эффект для замерзших я бы наверное не рекомендовала почему потому что у вас лезет кора и ткань мертвая то есть эффект будет ли не знаю но вот попробовать допустим ребав экстра такое может быть осыпаются приросты маленькие что может быть чего-то не хватает да может не хватать сейчас я посмотрю тут еще может не хватать может не хватать калия может не хватать по моему магния если я правильно помню в общем не хватает микроэлементов которые дополнительные то есть что вы можете еще сделать как раз вот по моему сейчас я мой чтоб у меня это моя не свалилась то есть вот смотрите сейчас гетероксин сейчас минутку так стим стиму очень вам его рекомендую почему как раз в час чтобы не не забыть давайте пять минут буквально значит стимул я рекомендую когда у вас для адаптации для реанимации то есть вот именно в промежутках с рябов экстра я рекомендую использовать стимул то есть допустим рябов экстра а через день опрыскать стимулом он очень классно от стрессов он очень классно работает когда у вас приезжает растения лысая когда она приезжает замороженное когда она приезжает с мокрая то есть вот стимул точно также прекрасно работает дальше есть у нас экопин и атлет они их тоже вот вот все эти препараты которым показала их можно чередовать через день они дают разный эффект допустим атлет он очень хорошо помогает когда нам нужно чтобы у нас зацвели растения чтобы они у нас не разрастались а были компактные но при этом цвели давали приросты вот тут нам поможет атлет если мы хотим как-то усилить развитие то есть нам наоборот нужно чтобы все разрасталось здесь мы используем экопин это тоже анти антистрессовый препарат и он тоже очень хорошо работает теперь что касается вопроса который задала не вижу не вижу светлана по поводу чего не хватает я уже вам показывала говорила что я рекомендую вот такой препарат 9 микроэлементов он очень классный он комплексный и да вот до наталья и апельсина падают листья ни разу не сил не хватает не хватает микроэлементов что еще можно можно дома добавить гуматы гуматы они стимулируют как раз вот процесс когда сейчас особенно вот сейчас убегает и убегает для развития наших растений то есть он тоже будет помогать но лучше всего вот этот вот препарат 9 микроэлементов тем более что сейчас уже у нас февраль и мы можем спокойненько использовать подкормки но опять таки все в минимальных концентрациях то есть как можно можно меньше я очень рекомендую алга супер почему потому что у него тоже есть эффект стимуляции и адаптации для наших растений плюс у него очень такая удобная форма в виде порошка черного такого мелкого который очень хорошо растворяется и очень хорошо впитывается в землю и в лист растений очень хорошо принимает удобрение оно и удобрение и стимулятор одновременно и в то же время адаптоген и он основан на морских водорослей здесь огромное количество микроэлементов огромное просто поэтому я его рекомендую и вот ростовит у нас есть сейчас стоит орхидея не очень видно а мне наверное тут самостоятельно никак не получится вот есть еще раз ставить но тоже у него эффект он очень пахнет а так очень хороший эффект что еще можно использовать такого но сначала конечно же вот что-то стимулирующая и соответственно подкормки подкормки смотрите очень многие спрашивают почему нельзя использовать концентрировать концентрат навоза там конский навоз и так далее почему можно друзья можно просто опять таки же вы смотрите чтобы вам это было удобно и опять-таки разбавляйте по необходимости более того можете чередовать вы можете органику очередовать с минеральными удобрениями здесь ничего такого сложного и как необратимого нет то есть вы смотрите как вам удобно вы пробуйте потому что кто-то пользуется органикой кто-то нет у многих очень хороший эффект у растений это все все индивидуально более того у нас есть препарату не препарат вернее а удобрение за ускор тинтере пролонгированного действия очень классное удобрение уже сейчас февраль его можно вносить в почву просто сверху посыпать и будет потрясающий эффект потому что она долго играющая и очень-очень обалденный состав этого удобрения что касается гетероуксина гетероуксина это в принципе все вот они все идут сейчас как бы мне да можно использовать янтарку но опять-таки понимаете чтобы не было реакции ой тут мои тапки опять пардон чтобы не было никакой реакции я все-таки рекомендую чередовать или хотя бы вот подкормили янтарка вечером гуматом или наоборот ну как бы вот биоглобин это препарат из украины я не знаю я не видела аналогов у нас в россии это точно я знаю знаю что это такое такое удобрение продается в украине у нас я не видела его достать не знаю получится или нет и аналога не видела козьих шариков горшок то можно и козьих только опять таки чтобы они не сожгли наши растения опять-таки удобрение смотрите самое концентрированное удобрение это куриный помет затем идет корове свиной корове и уже конский конский он самый более такой нейтральный более легкий поэтому вот в основном и рекомендуют я подумаю я не знаю как видите границы закрыты вообще с украины все сложно поэтому биоглобин да биоглобин не только в украине аналогов не видела гетероуксин смотрите что касается стимуляторов для корневой системы они у нас продаются в разном формате есть как ампула в виде таблеточек есть не ампула таблеточек есть видит таких гранул виде порошка допустим корневин и коренник они виде порошка то есть можно удобно обмакнуть черенок либо просто опудрить корневую систему либо опять-таки развести в воде них не очень хорошо он растворяется все равно такой вот как бы примесь смесь осадочек остается но тем менее она очень хорошо работает есть еще по моему иммунодефицит что такое как то так еще препарат он тоже хорошо он как и для иммунной системы для укоренения очень хорошо работает мы пробуем мы пользуемся вот абсолютно всеми этими препаратами еще по моему какой-то очень нам нравится и сейчас мы списываемся с производителем ой как-то он называется вот еще один препарат который есть для укоренения вот хотим попробовать и его про кроличьи не знаю наталья я насчет кроличьего не знаю не могу вам сказать по концентрации вот как-то про кроликов как-то не было не было не было задачи надо будет посмотреть я напомните я посмотрю вам скажу кроличьи поймет но все равно лучше перепревший перегнивший и все равно лучше его разбавить любой поймет лучше разбавлять кореник очень хорошо да согласна кореник очень хорошо работает радиофарм прекрасно да но это итальянское средство я просто почему вот друзья почему я вам показываю наши отечественные потому что они более доступны даже у вас в в на ваших территориях ваших городах и селах потому что импортные средства их нужно выписывать их нужно где-то покупать и так далее эти же препараты они таблетки целиком кидала измельчала может подскажите как его лучше растворять то же самое елен то же самое и целиком но мы в принципе их растворяли прям потом мы брали такую как этот как он называется там гантели гантели раздалбливали и растворяли таким образом ну как бы вот в этом плане гитаруксин неудобен согласна что в виде таблеток очень неудобно так дальше что я еще вам хотела про 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 препараты далее значит вот пользуемся на усмотрение этими препаратами как удобно для адаптации реанимации наших растений но не залюбливаем мы не надо там чтобы каждый день вы их вот просто прыскали чем что у вас есть все подряд и пасть по очереди не надо выбрали каких-то два-три препарата использовали опять же там далее время через три-четыре дня и дайте хотя бы ему неделю чтобы посмотреть как растение будете чувствовать ни в коем случае ни в случае пока вы производите лечебные процессы адаптации реанимации вы не пользуетесь удобрениями никакими вообще а желательно вот вы как я уже сказала посмотрели корневую полили теплой водичкой если все по в порядке с корнями если в порядке с корнями вы полили теплой теплой 30 там 35 градусов водичка разбавлены любым из препаратов плюс опрыскали или можно под пролить фитоспорином далее опрыскали любым из этих средств которые вам понравилось может быть там янтарка и так далее и оставили ваше растение в покое хотя бы дня на три-четыре не трогайте обязательно поставили его в сторонку потому что она может приехать с вредителями и обязательно нужно обработать от вредителей но в первую очередь вы смотрите вы смотрите состояние растений то есть вам сначала его нужно спасать потому что когда приезжает растение в состоянии замороженности или когда оно сухое или когда оно перепад температур забыло слово то там не до вредителей вредители естественно прячутся в землю и им не до вас и вам не до них им бы как бы выжить в в грунте в этой флоре пока они не будут им им есть пока нечего они просто будете выжидать поэтому вам сначала нужно его спасать а потом начинать профилактику от вредителей обязательно я когда дома два раза в день опрыскиваю простой водой и 1 5 дней янтаркой замечательно отлично алексей еще раз повторяю у нас есть владимир он вообще у него все растения абсолютно все шикарные ухоженные цветут плодоносит очень много растений он приобретал у нас и это наша вот как я говорю пусть владимир не обижается наша ходячая реклама потому как он выставляет очень часто у нас в группе свои фотографии потрясающие растения ухоженные и все цветут и все плодоносит то есть это вот как раз говорит о том что все возможно в квартире в обычной квартире поэтому это здорово да и он кстати тоже он и душ растением делает промывает и поливает и опрыскивает и они у него прям просто такие обалденные очень классное растение я знаю что многие из вас потому что еще раз говорю очень благодарна я вижу все ваши фотографии и мне очень приятно видеть растение как какие у вас ухоженные классные цветущие с плодами это очень приятно на самом деле это очень здорово когда собственно мы понимаем что есть ради чего мы работаем основная задача и наша философия именно она на том и основана чтобы дарить вам радость поэтому мы ищем компромиссы в разных ситуациях всякое бывает бывает что вы расстроены вы уставшие мы тоже и почему говорю что давайте если есть какие-то неприятные инциденты берем тайм-аут выдыхаем пользуемся успокоительными приходим в норму и продолжаем общаться ищем компромиссы находим альтернативу и дальше продолжаем сотрудничать потому что но эта жизнь не бывает все гладко и сладко не бывает с учетом работы наших транспортных компаний с учетом работы опять же человеческий фактор в этих транспортных компаниях поэтому я всегда прошу что дорогие друзья давайте как-то будем более друг другу отнесемся с пониманием потому что всякое всякое случается и соответственно мы должны понимать что у нас с вами объединяют живые организмы это растение и как они себя будут вести очень сложно сказать потому что бывает что даже в одной и той же посылке два растения едут одно прекрасно доезжают второе не очень сложно сказать еще раз повторяю что растение все стрессуют они живые и как они будут завести тоже не предугадать еще раз напоминаю что проверяем всегда корневую шейку всех растений потому что итальянцы любят заглублять плюс ко всему друзья очень очень многое зависит от света то есть свет это это все просто после того как мы добавили лампы лампы у нас у нас счетчик просто он крутится по сумасшедшему просто сумасшедшему да это безумные деньги я понимаю прекрасно что наше с вами увлечение это неоднократно вам повторяла говорила очень дорогостоящие потому что и препараты дорого стоят и растения и уход это все стоит дорого но результат конечно потрясающий потому что мы с вами можем видеть дышать вкушать то что непозволительно очень многим до цитрусовые успокаивают очень сильно успокаивают как собственно говоря и животные у нас кстати бывает и приезжать нам в гости и детишки и мама и малышки и приезжает и с котиками и с собачками бывает что даже такие у нас гости тоже бывают и очень приятно и мы знаем что у многих у вас тоже есть домашние питомцы и собственно говоря это это наша жизнь и нам-то хочется чтобы растение которое к вам уезжает они вас радовали плодоносили цвели и благоухали и вам было бы очень очень приятно поэтому мы стараемся поэтому что касается вот адаптации реанимации растений опять же повторюсь да что бывает всякое бывает даже такое что растение там растет растет годами растет а через три-четыре года с ним что-то начинает происходить она начинает погибать и тут надо спасать очень многие спрашивают о том что ну вот это голландское растение там они его пичкают опять-таки удобрениями какими-то препаратами вот препарата действие препарата закончилась она погибает не друзья ничем они не пичкают просто бывает что так же как и мы как и наши животные растения тоже заболевают и не всегда мы можем вовремя среагировать и не всегда мы понимаем чем она заболела и что собственно говоря произошло и поэтому опять же возвращаясь даже к то не наши замечательные таня кузьмук у нее тоже бывает выпадает тоже бывает что она не понимает причину потому что ну вот такое бывает такое бывает к сожалению поэтому мы не будем с вами расстраиваться отчаяться мы будем бороться делиться опытом опять-таки же да я вам сейчас рассказала чем мы пользуемся возможно вы с чем-то не согласитесь возможно у вас другие какие-то препараты и методики спасения растений вы пишите мы будем очень рады и благодарны потому что любая информация она нужна потому что кому-то она обязательно поможет кто-то просто вот вас будет благодарить и говорить спасибо вам огромное вот такие вот в глине вот они полтора метровые апельсины мандарины так вот они выглядят не видно не видно наверно не видно я просто почему вниз не спускайся боюсь что связь будет плохая поэтому я стараюсь вот здесь вот рядышком ходить светлана спасибо за эфир очень интересно надо идти на работу светочка вы не расстраивайтесь да спасибо большое что вы с нами в записи будет так что можно будет еще раз посмотреть что не посмотрели мне очень приятно что вам интересно более того мы будем дальше рассказывать на разные темы которые вам интересны и показывать то что мы знаем и то что мы умеем и то что мы видим и опять таки же я буду вам очень признательна если вы будете делиться своими рассказами тут буквально недавно женщина написала что у нее по моему лимон 10 лет из косточки и он у нее зацвел это очень здорово очень классно вот я ее попросила надо посмотреть попросила прислать фотографию рассказать как так у нее здорово получилось потому что ну вот я не видела живем я не видела чтобы цитрусы из косточек цвели плодоносили и это здорово это классно что такое может это наша карубара вот кто-то написал что карубара очень вкусный очень вкусный реально вкусный и очень классный я еще раз дорогие друзья повторяю о том что у нас растение еще много растения вы видите специально показываю что растение все в хорошем состоянии мы за ними следим ухаживаем приезжайте по возможности плюс ко всему сейчас смотрим по регионам как вы скажете как вам удобно то есть у нас стоит ваше растение на передержке и вы можете приобретать то что вам нравится плюс ко всему мы ждем у нас на следующей неделе поставка у нас приедут красивые вкусные растения обязательно вам все расскажем покажем плюс ко всему мы собираем у на сбор заказов на цитрусы из оскар тинтере до пишите списки то есть плюс еще планируем другие питомники плюс планируем горшки технические да вот кто-то там спрашивал да будем будем мы сейчас просто еще раз говорю очень много занимает времени то что мы видим переписку с производителями потому что нам хочется чтобы по деньгам это было дешево приемлемо их удобно для вас поэтому это все у нас планируется плюс планируем ролики выставлять с описанием растений которые к нам приезжали как они выглядят что они себя представляют какие они на вкус чтобы вам было понятно все ваши хотелочки видите какой красивый рубара цветение не знаю не передается наверное такой нежно-розовый цвет очень вкусно очень ароматно вот такая вот красота если есть вопросы пишите мои хорошие чтобы вас не задерживать ой 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 уже разряжается телефон телефон разряжается я конечно понимаю может быть кому-то не нравится как мы да вот я почему говорю что уже всем нужно бежать уже все 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 торопятся конечно нужно конечно малыш это святое конечно нужно пишите друзья пишите оставляйте в комментариях ваши пожелания на следующий прямой эфир чтобы вы хотели я вам расскажу покажу возможно опять такие же может быть отдельно посмотрю сделаем видеоролик как мы используем наши адептогены до свидания спасибо вам огромное у нас есть они по моему еще отдельно под лампами они небольшие эврегатные но мы еще их привезем есть у нас грунты есть у нас минеральные субстраты есть у нас удобрения у нас наличие много все есть все что вас интересует поэтому спрашивайте пишите итак друзья да спасибо вам большое что вы были с нами еще раз повторяю дорогие мои пожалуйста вот услышите меня в заключении что я хочу сказать возможно я некорректно объясняю возможно я неправильно не как-то вам говорю но услышите то есть я контролирую этот процесс девочки мне всегда пишут и мы всегда согласовываем то есть если бывают какие-то проблемы с вашими посылками мы обязательно обязательно у нас есть скидки компенсации то есть мы этот процесс регулируем вы мы вас не кидаем мы вас не бросаем в таких тяжелых ситуациях у кого если были до как сказать в прошлом вот не в дальнейшем а в прошлом у кого были такие проблемы в прошлом это ничего не меняет все остается в силе мы готовы общаться независимо от того какие ситуации были единственное что я всегда прошу дорогие друзья пожалуйста давайте без конфликтов без оскорблений без унижений так далее я всегда за мир дружбу жвачку и всегда мы готовы прийти компромиссу поэтому наталья я уже говорила это лимон эврика пинк в регатной этот росток до норман мы планируем я говорила в прошлый раз имею вот тоже планируем мы планируем и из питомнику с картинтере и из сицилии из какого питомника получится быстрее все равно повезем в любом случае будем завозить все что у нас получится обязательно мы каждый месяц привозим и будем привозить постараемся сейчас вот весной наладить чтобы было получше потому что сейчас февраль и март праздники цветочные вот сегодня 14 февраля все там привезли цветы на день влюбленных далее на 8 марта сейчас повезут цветы и получается очень сложно с транспортом поэтому вот небольшие такие загвоздки концентрация 30 плюс 30 плюс вот флакон обязательно или и андрею не передадим конечно вот флакон 250 миллилитров он по инструкции идет на 5 литров мы его разбавляем на 10 кстати у нас акция вот при покупке вот четырех таких флаконов в подарок в подарок подарок у таких три препарата три препарата в подарок до камелию да и камели мы много что планируем очень много что планируем камелию обязательно чай обязательно в казахстан да мы отправляем мы отправляем поэтому дорогие друзья не обижайтесь если вдруг что-то не так если вдруг вы нас неправильно поняли давайте будем с вами приписаться уточним и все будет отлично все будет прекрасно плюс ко всему у нас есть услуга как я уже говорила что услуга предоплаты то есть можно оплачивать растение заранее по цене гораздо ниже плюс то что мы планируем привозить мы выставляем будем выставлять как только будет какая-то информация по новым питомникам мы тоже будем выставлять опять-таки же если у вас есть сайты интересных питомников присылайте обязательно мы воспользуемся напишем к сожалению не все питомники отвечают причину не могу сказать то есть вот месяцами мы допустим какие-то питомники пытаемся на них выйти пока никакой реакции поэтому такое тоже бывает мы в ожидании итак хорошего вам воскресного настроения всего вам самого наилучшего дорогие друзья спасибо что вы с нами спасибо что вы нас смотрите пишите оставляйте свои комментарии что вам нравится что не нравится что вам хотелось бы услышать про что нужно рассказать мы обязательно обязательно приобязательно будем выполнять ваши пожелания ваше хотение кто может приезжайте к нам в гости спасибо вам большое и всего самого наилучшего самое главное здоровья здоровья дорогие друзья и долгих долгих лет всех вам благ любви и понимания пока на до 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 Продолжение следует...